Скульт-привет! Сегодня совершаем тренировки на ходу. Погодка чудесная, весна на дворе, солнышко припекает. Почему бы не заняться нам спортом прямо там, где мы находимся сегодня и сейчас? Совсем скоро близится пляжный сезон и я хочу показать вам недавно разработанную тренировку для мамочек с коляской. Если у вас нет коляски, то в принципе вы можете совершать эту тренировку без коляски. В качестве опоры используя либо стул, либо стену, либо вообще просто только руки. И мы давайте приступим. Сегодня я хочу проработать все группы мышц, особое внимание уделяя ногам. Ноги это залог успеха любой девушки. Мы становимся в позицию ноги на ширине плеч. Стоим верно и уверенно. И далее мы делаем наклон вперед, хорошо растягивая заднюю поверхность бедра, ягодицы, спина прямая. Прогибаемся сквозь руки, между лопаток, как будто бы колени втянуты. Не сгибаем ноги в коленях и возвращаемся обратно плавно. Теперь все то же самое делаем в сторону. Разворачиваемся рукой в сторону. К опоре, ноги на ширине плеч. И делаем наклон в сторону. Руку отводим вместе с коляской и далее поднимаемся и подтягиваем коляску к себе. Не думайте, что это делать очень просто. Это выглядит все так легко и очень весело. Но сделав пару комплексов такого упражнения, вы ощутите хороший эффект в тонус ваших мышц. Тоже самое с другой стороны. Руку отводим. Руку отводим. Руку отводим. Разворачиваемся спиной к коляске, локти вывернуты наружу и делаем легкий наклон назад. Давайте проработаем бедро сбоку. Избавимся от этих жутких холодцов, ушей, которые обычно болтаются на боках, если не следить за этими проблемными местами. Есть волшебное простейшее упражнение, но которое работает мгновенно. Мы отводим ногу в сторону на 45 градусов ровно и задерживаем ее в воздухе. Медленно возвращаем обратно. Держим себя бедром. Стопа натянута на себя. Мы не держим ногу при помощи стопы, икры, колена. Мы держим ногу именно бедром. Напрягаем бедро сбоку и ягодичные мышцы. Бедро спереди. Отводим ногу вперед. Пятка развернута, вывернута в противоположную сторону. Носок натянут от себя. Также держим себя ровно бедром спереди. Напрягаем эту мышцу. Задерживаем на несколько секунд. И довольно плавно возвращаем обратно. Бедро сзади и ягодичные мышцы. Можно подкачать попу очень простым упражнением. Отводим также ногу назад строго на 45 градусов. Пятка вывернута во внутреннюю сторону. Носочек тянется от себя. Задерживаем и плавно возвращаем обратно. Держим себя при помощи ягодичной мышцы. Отлично! Чувствуется напряжение, да? Согласитесь? Ну что, повторим все то же самое с другой стороны. Играет музыка. Теперь растянем ягодичные мышцы и бедро сзади, ноги шире плеч, держимся за опору и хорошо тянем заднюю поверхность бедра и ягодицы, колени при этом не сгибаются. Теперь бедро спереди, обязательно нужно хорошо растянуть мышцы, чтобы во-первых они у нас обрели красивую и длинную форму, а не форму камня, забитые мышцы бывают, вы знаете, да, наверное, поэтому мы хорошо растягиваем и плюс ко всему у меня мышцы не будут завтра болеть от этой тренировки, ну вернее будут конечно, но не так, как это могло бы быть без растяжки, поэтому растягиваемся хорошо. Растягиваем боковую поверхность бедра, вы наверное помните это упражнение, мы его делали также в волшебной лестнице, даже лежа. Львеночек сегодня хочет заниматься с нами. теперь шикарное упражнение, которое завершит этот комплекс для ног. мы делаем шаг вперед одной ногой, противоположную ногу, забрасываем строго назад, ровно параллельно полу или чуть выше, при этом мы руками отталкиваем коляску от себя, шаг вперед, нога назад, противоположная и возвращаемся обратно. Горько. 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 Субтитры создавал DimaTorzok И с другой ноги Вот такая простая тренировка на сегодня Но очень эффективная, поверьте мне на слово Тренируйся, чтобы не терять даром времени во время прогулок с малышом Плюс ко всему такая тренировка помогает хорошо его укачать Если вдруг он плачет и мамочка заодно не будет нервничать Проводите время с пользой Желаю всем скорейших успехов в достижении идеальной фигуры И увидимся совсем скоро